Друзья, всем привет! В начале 2015 года я стал счастливеньким обладателем мой на тот момент Mazda 6 с 2-литровым мотором. Сегодня начало 2021 года и у нас на тест-драйве новый для нашей страны кроссовер Mazda CX-30. В Европе и в Японии этот автомобиль выпускается с весны 2019 года. В этом видеоролике я донесу до вас самую полезную информацию. Посмотрев его до конца, вот все, что нужно про нее знать, вы все будете знать. Я как владелец вам прям дам детальный, объективный отзыв на этот автомобиль. Все плюсы, все минусы. Если вы сегодня запрыгнете в интернет и посмотрите, сколько он стоит, то начальная цена как бы 1 миллион 650 тысяч рублей примерно. Топовую версию можно купить как бы за 2,200, за 2,300. Что если я вам скажу, что реально топовая версия, как у нас на тесте, по цене сегодня может обойтись под 3 миллиона рублей за CX-30. Присаживайтесь поудобнее, это действительно будет полезный и интересный ролик. Друзья, прежде чем мы начнем, у меня есть прекрасный спонсор этого выпуска всех предпринимателей. Я прям прошу, внимательно прослушайте, потому что эта информация вам может быть полезна. Друзья, у меня есть отличный спонсор этого выпуска и имя ему компания SubTotal. Она предлагает отличный сервис для предпринимателей, который превратит бесполезную онлайн-кассу в полезный инструмент управления розничным бизнесом. Продажи, возвраты, средний чек, наценка и прочие показатели твоего бизнеса на экране твоего смартфона, планшета или ноутбука. Быстрый и простой учет товара, увеличение продаж с помощью дисконтных карт, бонусной системы и 250 других полезных функций. Зарегистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании для того, чтобы получить 2 недели бесплатного использования SubTotal. И бесплатную консультацию менеджера. Все подробности по ссылочке в описании. С компанией SubTotal ваш бизнес заиграет новыми красками. У компании Mazda в нашей стране выпускается кроссовер CX-5. В Европе представлен кроссовер CX-3. Вот это промежуточное звездо между CX-5 и CX-3. CX-30. В частности, в нашем случае это Mazda 3, которая была приподнята. Автомобиль построен абсолютно на платформе трешки. Соответственно, что это получилось? Знаете, вот есть Kia Rio, а есть Kia Rio X-Line. Есть Mazda 3, а есть Mazda CX-30. Автомобиль приподнят, автомобиль может оснащаться полным приводом. Вот смотрите, по внешнему виду, по габаритам мы вам все покажем, когда присядем в автомобиль. Вы офигеете. Суть в чем? С одной стороны, фанаты Mazda могут сказать, что автомобиль симпатичен, красив. На самом деле, на сегодняшний день он еще актуален, но уже замылен взгляду. То есть, такого, как это было раньше, когда выходил только CX-5 обновленный, шестерка. Он прям действительно смотрелся автомобиль. На сегодняшний день, ну, Mazda, узнаваемый вид. То есть, чего-то прям новенького вы здесь абсолютно не увидите. За исключением, всем в глаза бросаются вот эти вот пластиковые обрамления. Оно очень высокое. Соответственно, такое же обрамление есть и на кроссоверах CX-5. Но здесь оно прям как-то приподнятое и делает этот автомобиль как-то визуально дешевле. При этом у нас, естественно, уже с базовой версии будет идти диодная оптика. На ней мы даже не останавливаемся, потому что на сегодняшний год, 2021, диодной оптикой уже никого не удивить. Не дай бог сюда поставили бы галогенки. Это был бы просто-напросто караул. В нашем случае автомобиль в максимальной комплектации. Что она в себе несет, кратенько расскажем чуть позже. Клиренс у него, получается, у нас идет 180 мм на всех версиях. Передняя подвеска у нас независимая амортизационная стойка типа Макферсон. А вот задняя подвеска, ребята, здесь идет полузависимая торсионная балка. И вот все те, кто скажут, что для города ничего страшного, вот мы сейчас покатались, мы заехали в одно там, в Макдональд за кофе, там разбитая дорога. Прям чувствуется эта торсионная балка. Тем, кто на разных машинах покатался, вы поймете это сразу. Особенно я всегда делаю акцент на то, что если сзади у вас будут сидеть дети, и вот так вот вы поехали на дачу, на проселочную дорогу, машина прыгает. Не просто так ставят на горычашку, потому что она комфортнее. А балку сюда поставили только лишь с одной целью. Я делаю отдельный акцент не на то, что автомобиль в целом по подвеске жесткий, а что именно с этой торсионной балкой жопа становится прыгучей. Здесь колеса стоят 18-е, у нас не шипованная зимняя резина. До шумоизоляции этого автомобиля мы дойдем чуть позже, но сам факт того, что вот эта торсионная балка, она нефиг не нужна на этом автомобиле, да еще за такие деньги. В силу того, что наш автомобиль в максимальной комплектации имеет еще дополнительный пакет, который несет в себе услуг на 400 тысяч рублей функций различных. У нас идет круговой обзор, его реально доработали, он действительно хороший. У нас здесь спрятан радар, соответственно автомобиль оснащен различными приблудами в виде активного круиз-контроля. Парктроники и прочее, это все понятно. Полностью светодиодная оптика, вот такие у нас теперь противотуманочки стали, но я больше так подозреваю, это сделано чисто для стиля. Соответственно по морде, судите сами, на мой взгляд автомобиль получился такой, знаешь, симпатичный, но чего-то прям особенного, да, чтобы сказать, типа, блин, нифига себе, хочу. Вот напишите ваше мнение в комментариях, мне кажется, в 21-м году, да блин, ну, как-то уже и не особо. Силовая установка. Как вы думаете, что нас встречает под капотом? Те, кто уже полазил, посмотрел, наверняка знают, но это, ребята, просто прикол. Почему? Потому что я сейчас, во-первых, уберу руку, он упадет. Вот для затравочки, вам просто скажу, розничная цена вот этой комплектации максимальной 2 миллиона 560 тысяч рублей. И вот такая хрень происходит. Далее, под капотом у нас устанавливается двухлитровый мотор Skyactiv-G, который выдает 150 лошадиных сил, 213 крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Что это значит? Это значит, что это все то, что ставится с 2012 года. Вот я, когда покупал автомобиль, вот это тот же самый мотор. Паспортный разгон у этого автомобиля 10,3 секунды. Для города, вот для такой спокойной повседневной езды, это вполне достаточно, реально. Я помню, когда была трешка, мы снимали, говорили, вот, визуально тачка вроде такая спортивная. Но на самом деле, вот эти вот такие небольшие автомобили чаще всего покупают для города. Вот кто на ней будет ездить? Гонщик? Гонщику она не подойдет. Вот те, кто хотят драйва и эмоции, они будут покупать абсолютно другие автомобили. Соответственно, ставить себя что-то более мощнее, с одной стороны, смысла нету, а с другой стороны, это опять же все плюс к цене. В Мазде есть мотор свежий. Skyactiv-X. Он выдает 181 силу, он вроде тоже 2-х литровый, если я не ошибаюсь. Факт в том, что в нашу страну он не поставляется. По какой причине? Опять же, я думаю, предполагаю, что это бы просто-напросто привело к увеличению по цене. Соответственно, вот вам 2-х литровый мотор, один единственный, других вариантов нету. В самой базовой версии автомобиль будет идти и вовсе с механической коробкой передач. Прикол в чем, когда в 2015 году я купил автомобиль, помню, начал снимать ролики, очень часто мне люди писали, Skyactiv это говнище. К 40 тысячам он у тебя взорвется, до 100 тысяч ты не доедешь. В итоге я продал автомобиль на пробеге около 140 тысяч километров. Сейчас на нем там свыше 200 тысяч км и никаких вопросов нету. Я специально залез на один специализированный сайт, который делает подборку по минусам, по надежностям моторов. И вот что здесь нас встречает. Вот первые годы была проблема с холодным стартом. На сегодняшний день это вообще информация не актуальна, потому что это давным-давно исправили с помощью прошивки. Этот агрегат не любит некачественного топлива. Ну покажите мне вообще хотя бы один современный мотор, который любит некачественное топливо. Все знают то, что в Мазду нужно лить хорошее топливо на проверенных заправках. Это самое основное. Вот дальше, с чем я лично столкнулся. Из-за выработки на пластиковом натяжном ролике часто лопается ручейковый ремень. Так и было. Мне его поменяли по гарантии. Цена вопроса в 2017 году у дилера это примерно было 15-16 тысяч рублей с заменой. Но это меняли по гарантии. На стороне эта услуга будет стоить там 4-5 тысяч рублей плюс-минус. Все, ребята, больше каких-то нареканий по этому мотору встретить нельзя. Хотя очень часто люди писали, что это говно. Факт в том, что этот мотор у Мазды можно считать надежным. Хотя бывают какие-то комментарии, типа масложором грешит. Я лично этого не встречал. Сколько я проездил на Мазе, сколько я снимал. Писали единицы. Такое, чтобы это прям повально было. Мне было, опять же, нужно разбираться. Автоматическая коробка передач. 5% из 100 брак присутствует. И мы снимали сюжет то, что у человека она сломалась. Ему поменяли по гарантии. И до сих пор на основании того ролика приходит сообщение, что вот у меня полетела коробка. Но в целом такого, чтобы это прям была какая-то повальная проблема, нет. В остальном, в подкапотном пространстве, вам ждать каких-то сюрпризов от чего-то не стоит вообще. За исключением, подчеркиваю, за исключением какого-то заводского брака. В целом, вот машину реально в плане силовых агрегатов можно считать надежной. Но ценник, ребята, вот давайте сейчас поговорим о ценах. Я специально взял у дилера прайс-лист, где расписаны актуальные цены. Вот смотрите, написано. Комплектация драйв с передним приводом, с механической коробкой передач начинается по цене 1 650 000 рублей. Это за самый простой цвет. Соответственно, за цвет, не забывайте, металлик 19 000 рублей. Красный цвет это плюс 33 000 рублей. Машин грей это плюс 25 000 рублей. Это нужно учитывать. Полную калькуляцию я вам сейчас расскажу. Дальше идет комплектация Актив. Вот она может быть как с передним приводом, так и с полным приводом. Разница между приводами, полный и передний, 100 000 рублей. И также на этот автомобиль вы можете заказать дополнительный пакет, цена которому 93 000 рублей. Этот пакет реально полезный, потому что там идет камера заднего вида, парктроники. Там идут подогревы, зоны щеток, подогревы, рулевого колеса. В общем, такие приятные фишки, которые по-любому захочется иметь. Но вы представляете, купить тачку за 2 миллиона, не иметь на ней парктроников, не иметь на ней камеры. Ну что это такое? В реале передний привод, вот с этим пакетом, ценник, ориентир для вас 2 миллиона 0,50. С полным приводом ориентир для вас 2 миллиона 150. Это вот реальная цена. Дальше мы переходим к комплектации Supreme. Она тоже может идти как с передним приводом, так и с полным. Разница тоже в 100 000. Supreme с передним 2,054. Это вот ориентир от. И 2,154 с полным. Фишка в том, что если вы хотите себе максимальную комплектацию, как в нашем случае, вам придется докупить пакет. Цена которого 364 400 рублей. Мы все складываем с учетом цвета 2 миллиона 556 400 рублей. Дальше. То, что меня повергло в шок. Когда я покупал автомобиль, мне тогда предложили навигацию в виде флешка. Просто флешка вставляется и все. Этот аксессуар тогда стоил 25 тысяч рублей. И тогда все офигевали. Да что за такие деньги? На сегодняшний день флешка стоит 55 тысяч рублей. Ну вот давайте считаем так, что мы хотим купить все от официального дилера. Приехали. Плюсуем. Далее. На сегодняшний день на автомобиле дилеры навешивают доп. оборудование. В среднем это от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Есть дилеры, кто просто наглеют. Есть дилеры, кто вот соточку всего лишь накинут. В это доп. оборудование, естественно, входит высокомаржинальный доп. Это когда сетка, которая цена там 3 тысячи рублей, ее продают по цене там 12 тысяч рублей. Возьмем среднее, что вам на максимальную комплектацию навешивают в среднем 200 тысяч рублей допов. Друзья, вот эту математику я сейчас провожу чисто так вот примерно, чтобы понять. Вы можете договориться, возможно, так, что вам просто дадут по розничной цене. Дальше. 18 колеса. Покупаете вы машину на летней резине. Дилер вам шина дарить не будет. В этой высокомаржинальной допы чудо будет, если вам продадут резину. По факту, скорее всего, придется шины покупать отдельно. Ну, примерно хорошая шина, 18-ая, это я вот с учетом шиномонтажа, плюс 50 тысяч рублей. Дальше. Каска. Вот на Мазды всегда каска была дорогая. Где-то это бывает там 80 тысяч рублей, это уже считается недорого. А бывает так, что 120-150 тысяч рублей. Возьмем среднюю цену плюс 100 тысяч рублей за каска. Для чего я это все рассчитываю? Ну, вы поймите правильно. Покупая автомобиль, нет такого, что ты там 2,560 отдал, и у тебя уже все есть. Это по опции. А сопутствующие расходы. ОСАГО. Считаю серии там десятку с запасом сразу накидываю. Постановка на учет номера там 3,500 примерно. Что еще? Ну, уже там полный бак и так далее считать не будем. Смотрите, что получилось. 2 миллиона 974 тысячи 900. Вот скажите, что я неправильно посчитал доп и навешивание. Соответственно, по 3 миллиона выходит так, что ты отдал денег, все, у тебя машина заряжена. У тебя там сеточки, обработка, ковры, там сигнализация, возможно, с автозапуском состоит. У тебя уже все будет. Ты отдашь за ЦХ-30 по 3 миллиона рублей. А вот официальному дилеру огромное спасибо за то, что предоставили автомобиль, стараясь исключительно для вас показать вот этот косяк. Люди, когда покупают тачки, для них вот любая царапинка за все всегда переживают. Вот покажи, пожалуйста, эту часть. Машине пробег сейчас, мы когда забирали, 61 километр. Поставили совсем недавно зимнюю резину. Парни, вот это вообще жесткий косяк из серии, казалось бы, просто, да, покоцали диск. Ну, представляете, когда вы забираете тачку, у вас на тачке на вашей коцанный диск. Вот за этим нужно сидеть, я вообще не понимаю, почему люди, те, кто обслужат автомобили, вот так небрежно к этому относятся. Тонкости, нюансы продолжаются. Почему такая цена? Ну, в первую очередь, автомобиль непосредственно японской сборки. То есть, это не локальная сборка в нашей стране. И на основании этого, как правило, всегда оправдывают высокую цену этого автомобиля. Но я вам расскажу такой прикол из наблюдений. Вы знаете, что я занимаюсь покупкой автомобилей новых, помогаю людям. Вот когда вышел CX-9, та же самая история была, что, ну, просто он сейчас японской сборки, поэтому цены вот такие высокие, как только в России начнут их собирать, сразу появится больше комплектаций. Цены должны были бы упасть примерно, там прогнозы были 200-300 тысяч рублей за то, что это локальная сборка. Произошло просто вот так вот по тишине, что в один прекрасный день в салонах появлялись тачки нашей сборки. Думаете, изменились на них цены? Вообще никак. То есть, что японская была, там, условно, 3 миллиона, что российская, 3 миллиона за ту же самую комплектацию. На мой взгляд, вот CX-30 для нашего рынка, это такой некий эксперимент. Чисто завозить тачки, посмотреть, пойдет, не пойдет. Потому что трешку привезли, изначально все ждали. Я прям помню эти комментарии, что люди, блин, вот трешка приедет, приехала, цены назвали, все охренели, трешка потихо ушла. В нашей стране любят все-таки автомобили повыше. И даже сейчас менеджеры, вот независимо, говорят, блин, спрос есть на тачку. Я уже одну машину помог купить, то есть, по розничной цене. Факт в том, что, говорят, что она, по идее, займет аж второе место по продажам. Первое это CX-5, второе сейчас шестерка, но думаю, то, что вытеснит. На мой взгляд, ну, я сильно сомневаюсь, но, опять же, зачем гадать, всякое бывает, надо смотреть. Смотрите, по качеству. У нас очень часто люди спорят, блин, вот наша сборка это фуфло. А вот там, в Японии, там-то люди с прямыми руками. Могу со всей уверенностью сказать, что вот мы машину всю сейчас прощупали, разницы какой-то нет абсолютно. Ну, сама по себе Япония, да, ты открываешь двери, все легкие, вот эта ручка гуляет, металл ходит, да, то есть, смотрите, вот ты закрываешь, он гуляет. На Toyota Camry то же самое, на японцах то же самое, а вот на немцах, ребята, я вам скажу вот честно, берешься за ручку, ну, там чувствуется все по-другому, даже у меня на BMW, ни в коем случае не рекламирую, но отмечаю как факт. Очень часто люди спрашивают, а есть разница? Есть, конечно. Поймите, у меня нет задачи засрать автомобиль, либо же, наоборот, его нахвалить. Я просто стараюсь сделать объективно. Вот, если пытаться к чему-то придраться, ну, вот смотрите, да, на пластик, вот я начинаю его трогать, я не сильно его толкаю, да, но он, да, он здесь ходит. То же самое было бы и на российской сборке. Вот здесь ты начинаешь, да, шатать. Он ходит, что с одной стороны, что с другой. Если взять палец сейчас и вот так вот провести, здесь щели нету, а здесь раз, он залез, здесь он залез. То есть вот эта часть, она отходит всегда у Mazda. Дальше, подлокотник, да, ну, есть и начать его шатать, да, просто вот, да, но он не влитой стоит. Вот эта часть, она влитая раньше, это тоже была проблема, но это на шестерках давно. Здесь он ходит. Вот что меня всегда бесило на Mazda, вот когда ты начинаешь парковаться, да, ты начинаешь выкручивать руль, ты раз чуть сильнее. Вы послушайте, вот этот глухой звук, он прям вот, ты паркуешь такой, оп-оп-оп, оп, ну, ты слышал. Ну, что это такое, я при этом не делаю сильно, если я сильно сделаю, то, ну, сломается, оп, на всех автомобилях такого нету. Вот я нигде это больше сейчас, только как на Mazda. Опа, 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 ну, что это такое-то, почему, так должно быть или так не должно быть? Если бы это была бы российская сборка, можно сказать, ну, а это российская сборка, это Япония. Качество отделочных материалов с точки зрения кожи, да, это как бы доп-опция, но у нас по факту, мы сейчас смотрим, это даже не то, чтобы кожа, это, понятно, дерматин, но еще сделано так, а ты вживую начинаешь трогать, больше напоминает, как будто бы, знаешь, пошили чехлы поверх автомобиля. То есть, вот я когда делал себе чехлы, у меня по качеству, мне кажется, было ничем не хуже, а здесь, соответственно, кожа, опять же, кожа на Mazda вопросов очень много, потому что у многих людей, там уже в первые 10-15 тысяч км сидения водительские, то нитки начинают вылазить, то вот это взбучивается, им это меняет по гарантии. Рули тоже облазили, тоже меняли по гарантии, посмотрим, что будет здесь. Присаживается автомобиль, вот что хочу сказать из плюсов, реально тачку местами доработали, прям чувствуются изменения по автомобилю, вот, например, из таких мелочей, раньше, когда ты управлял зеркалами слева-справа, здесь была такая крутилка неприятная, сейчас с кнопочки, вот мелочь, но это ощущается. Приборная панель у нас, она частично электронная, но в силу того, что у нас еще и комплектация богатая, они делают отдельный акцент на то, что мы доработали шумоизоляцию, мы постарались там колонки переделать, чтобы это не брончало. Ранее многие отмечали, что когда включаешь музыку громко, со временем двери начинают брончать, помогала, как правило, людям хорошей шумоизоляции. По-другому совсем звучит музыка, гораздо приятнее автомобиля. Сейчас, как бы они там в отдельных боксах сделаны, сам факт того, что сделан уклон на то, чтобы автомобиль стал комфортнее, потому что они же как пытаются преподнести этот автомобиль, типа, альтернатива немецким тачкам. Зачем вам покупать немецкий автомобиль, если рассматривать аналоги, да, каких-то конкурентов вот этому автомобилю, в подобной комплектации они будут гораздо дороже. Мол, вот, возьми, приятно все сделано. По интерьеру, друзья, судите сами, кому как. Мне он просто настолько приелся, поэтому меня здесь чем-то удивить уже просто, ну, нельзя просто какого-то человека, который владел Маззой. Для меня это все та же самая Маззая такая, рестайлинговая, ничего нового нету. Сделано в целом симпатично, всегда дизайн нравился. Вот что круто, то, что у них, например, видите, даже все еще новенькое, не буду снимать. Шрифты все прописаны красиво. В целом, приятная атмосфера в автомобиле, но он настолько тесный. Вот я сажусь, например, я хочу там зеркала открыть, мы заезжали там, вот, оплачивать, например, нужно руку вытащить. То есть нужно вот двигаться, он маленький, прям и напрашивается так, что для кого он сделан. Вот он явно сделан для водителя спереди и для его пассажира, потому что сзади места вообще нету. То есть вот если я сяду просто как положено, я практически упираюсь в потолок. Вот если бы я был бы ростом метр, там, девяносто, метр девяносто шесть, я реально бы уперся. Потому что мне стоит просто выпрямиться, и я уже в потолке. Соответственно, мне нужно вот так вот развалиться, и это уже ноги в разные стороны. И вот не забывайте о том, да, что CX-30 это промежуточное звено между CX-5 и CX-3. CX-3 он еще меньше. Я вообще не понимаю, как люди на них будут передвигаться. То есть для меня это просто сразу сигнал о том, что это автомобиль и близко не семейный. Вот исключительно водитель, пассажир, максимум кто-то там подсел на короткое расстояние. Детей возить, если у себя кресло поставишь. Но это, блин, это просто будет жесть. Он упрется в это сидение. Это все нужно двигать вперед. Короче, это такой геморрой. И за этот геморрой 2,560. Едем. Слушай, там, Саня, а как это? Подогрев-то сзади включить. Где он у тебя включается? А нету сзади подогрева. В смысле нету? Топовая версия подогрева сзади нету. Сидения у нас задние, да, спинки складываются. Багажник здесь тоже просто малюсенький. Отличительная особенность японцев. Вот просто всегда удивляясь с них, вот подогрев руля, да, вот здесь спрятан. Когда мы включаем, у нас греется только вот эта часть. С одной стороны, вот оператор говорит, ну ведь правильно вот так руль держать. Правильно. Но по факту же все знают, что в пробке ты можешь остановиться. Здесь ты можешь взяться. Здесь, здесь у тебя холодно. Но это вот у японцев такая фишка. Панорамной крыши у нас нету. У нас идет просто маленький небольшой люк. И за все то, что вы сейчас видите, друзья, за это, за все нужно заплатить. Потому что в средних комплектациях у вас, понятное дело, половины электронных помощников не будет. У вас будет трепочное сидение. Соответственно, визуально автомобиль вроде такой же, но по нафаршированности он будет сильно беднее. И вот что удивляет. 2 миллиона 560. Максимальная комплектация. Богаче заказать нельзя. Музыка, кожа, подогревы, куча вспомогательных систем, память водительского сидения. И прикол в том, что вот у меня есть электропривод, а у пассажира нет. Ну что за фигня. В немцах такой развод еще понятен. Потому что типа, хочешь, чтобы у всех было, плоти. А здесь даже заплатить-то не за что. Но ты не можешь заплатить, чтобы у тебя у пассажира была электрорегулировка сидений. По задней части автомобиля мне лично сказать вообще нечего. То есть все стандартно. Багажник открывается с кнопочки. Раздвоенный выхлоп. Он реальный. Не фальш, как там на китайцах, либо на немцах. Ногой ничего не открывается. Соответственно, багажник у нас, друзья, 295 литров. Хотя находил ошибочную информацию, что он тут чуть ли не 430. Прикол в чем, на Мазде, помню, вот этот пол, он был вообще там, тряпка лежала. Здесь его доработали. Он теперь пластиковый. Просто какой-то кусок пластика. Но все равно это лучше даже, чем было раньше. Кусок шумовиброизоляционного материала бросили под запасное колесо. В общем, чем-то вас удивить нельзя. Вак возьмешь, еще что-то, какие-то крючочки есть. Здесь вообще ни хрена ничего нет. Ну вот оно где тут спрятано, там, да, местами. А вот так вот полноценный, хоть маленький, малюсенький карманчик. Все здесь малюсенькое. За эти деньги, которые просят за этот автомобиль, ну, действительно, за среднюю комплектацию, если там расчет идет, там, 2300, 2400, можно купить за эти бабки и CX-5. Ведь акцент сделают как, что, ну, CX-5 он побольше, а это более компактный кроссовер. Да не намного-то уж он побольше. И CX-5-то маловато для семьи. Там особо-то сзади места нет, вот так вот, если с детьми садиться. Соответственно, вот эта машина, я не знаю, это узконаправленная. Вот я за рулем ее вижу какую-то там молодую девушку, молодого парня, возможно, взрослый какой-то человек. Но это вот чисто для водителей-пассажира. Вот так вот передвигаться на ней всем вместе, всей семьей, да ты что, это будет просто караул. Вы просто, во-первых, не усядетесь. Я вам показал, сколько места сзади. Так, поехали. Ну, маленечко газку в пол просто. О, она, да? Ну, это чисто она, Мазда. Наша она. Нажимаешь газ этот, а-а-а-а. Поехала по ощущению. Машина проехала, ты слышал? Вот я прямо вот вспоминаю, как раньше. Сейчас тачка пролетела, такое ощущение, как будто окна открыты. Ну, мощи ей не хватает, понятное дело. 2 литра и 150 сил для города. Это вот из серии комфортный разгон. Но если погоняться, вот у меня всегда что бесило в Мазде, вот в этом 2-литровом моторе. Ты хочешь, ускориться тебе нужно. Вот иной раз плавно нажимаешь на педаль газа, она не так реагирует. Нужно прямо притопить, передача падает, мотор орет. Либо переходить в режим спор, чтобы постоянно машина вот на газ откликалась острее. Но, если мы говорим про скорость 60 км в час, как сейчас, нешипованные шины, подчеркиваю, ты садишься, включить музыку комфортно. Есть ощущение, как будто тише машина. Но, вот, знаете, спорно. Это нужно выйти на трассу свыше 110 сейчас разогнаться. И я уверен на все 100%, что она будет все так же шумновато. А чтобы понять, что она стала чуть тише, это нужно брать прибор и мерить. Так, мы едем 30-ку, газ в пол. Ну шумная, динамики как таковой нету. Да и ждать ее не нужно. Вот был бы этот вот Space X, хотел сказать, Skyactiv-X мотор. Это было бы интересно. А здесь песня-то нам знакома. С 2012 года мотор пропускается. А вот он, собственно, весь модельный ряд компаний Mazda. Mazda 6, Mazda CX-5, которые, собственно, сегодня первое место по продажам, второе место по продажам. CX-9 за Мэкал, это место по продажам, появилось. CX-30. И типа она должна вклиниться. Друзья, на мой взгляд, вот честное слово, уж если иметь деньги, пытаться их потратить на автомобиль при покупке Mazda, это либо CX-5, либо CX-6. CX-30 это какой-то реально узконаправленный автомобиль в силу его стоимости. Если бы он действительно по цене мог бы с ними же конкурировать как-то, это другой разговор. Итак, здесь мы с вами подводим итог. Вот такая она новая для нашей страны Mazda CX-30. Вот такие на нее реальные цены. При этом дилеры возлагают надежду на этот автомобиль и говорят, что она, в принципе, будет браться. Построено все на платформе Mazda 3. Чем-то новым здесь абсолютно удивить нельзя. То есть все фишки, которые есть по этому автомобилю, владельцам Mazda, любых, уже давным-давно знакомы. Поэтому, что с ней будет, надолго ли она к нам приехала, покажет время. Ваше мнение высказывайте в комментариях. Пишите, с чем согласны, с чем не согласны. Я постарался дать объективный, честный, независимый обзор на этот автомобиль. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Дальше будет больше интересных роликов. В ближайшие выходные выходит офигенный сюжет про недвижку. Рекомендую всем вам его посмотреть. До новых встреч. Всем пока-пока.